Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема, которую я сейчас хочу осветить, она тяжелая, но очень важная для понимания. И хоть она не тематическая для моего канала, однако и год назад я хотел, были такие позывы сделать, и 10 лет назад, и лет 20 назад статью хотел написать. И вот на днях я просто уже решил записать, как найду какое-то небольшое время, и вот, что я хочу сказать. Вот почему горят леса, вот эти уже 5 миллионов гектар, на вчерашний день я услышал, там, буквально несколько дней назад, 2,5 миллиона, это как серьезные страны целые, европейские некоторые, по размеру. Так вот, почему это происходит? И кто-то говорит, ну, погода, прочий фактор, безразличие, что не тушат, потому что если не тушить, то будет распространяться огонь, и это совершенно правда. Дело принципиальное в другом. Вы вспомните Караулова того же, да, что хоть немного проникало на телевидение несколько лет назад, еще 10 лет назад. Вы понимаете, какими масштабами в Сибири, особенно именно в Сибири, воруют лес. Вокруг Байкала уже все обмелело, то есть практически нет леса. В Китай вывозят миллиардами, миллионами кубометров за эти годы вывезли. Ну, почему? Какую аренду дают китайцам тем же, или на порубки буквально символическую, о чем это говорит? То есть никакую минимальную, вообще какие-то считанные там рубли за гектар. О чем это говорит? Это говорит о том, что, естественно, власть местная в сговоре с дельцами, которые вывозят лес, рубят и вывозят. Естественно, не высаживают. А как следствие, мелеют реки, об этом мы сейчас поговорим. Это прямое следствие обезвоживания России, вот это омеление рек, вырубка лесов. Так вот, вырубают леса, чтобы скрыть преступление, потому что все это делается, естественно, по левым схемам, поджигают лес. Так было и 20 лет назад, и 15. Естественно, я не говорю о том, что все, что сейчас происходит и горят леса, это именно следствие вот таких вот заметаний следов. Но это однозначно не меньшая часть, а большая, я полагаю, именно по этим причинам. Но, естественно, поскольку не тушили, потому и не отдавали приказы тушить местные региональные власти, ну, чтобы, так сказать, до конца следы замести, то вот и происходит то, что происходит. Начинаются очаги, погода этому способствует. Кто-то говорит, нет, это погода. Ну, поймите, погода это только на руку, это ждали определенную погоду, чтобы списать на погоду, потому что действительно найти здесь крайних очень сложно. И опять-таки, насколько будут серьезно это искать. И поскольку пожары гигантские в разных местах, то, соответственно, вроде бы, да, все подходит под определение того, что это вот такое вот стечение, такой обстоятельств, когда и погода, и какой-то человеческий фактор. Кто-то где-то костер не затушил, а куры кинул. Конечно, от этого тоже пожары есть. Но извините, извините, когда таких масштабов, когда известно, что вырубают леса, вывозят за рубеж, за бесценок, за взятки, разумеется, за набивание карманов тех подонков, которые родину распродают и уже распродали. На самом деле, еще в советские времена, в 70-е годы, уже многие крупные партийные чиновники и власти на местах этим тоже занимались. Жаль, что не 30-е годы быстро бы в этом смысле навели порядок, но сейчас все можно. Я поражаюсь, почему целых две недели, даже больше, подряд, по центральным каналам ничего не показывали, про это ни слова не говорили, про массовые вот эти огромные пожары. Только когда блогеры, сотни блогеров раструбили на своих каналах, привлекли внимание общественное, вот тогда стали, как петух в голову клюнул, то все сразу внедрились. Почему до этого власть региональной говорили, что нецелесообразно, как нецелесообразно тушить? Миллионы животных гибнет, миллионы животных, ни в чем не повинно, горит национальное достояние. Миллионы гектар, это там миллиарды кубометров, это что такое? Это неисчислимо даже в деньгах, это неисчислимо, потому что на восстановление более ста лет уйдет. И опять-таки это если восстанавливать, а не само собой, понятно, что были какие списания под это дело, понятно, что из этого следует. Вот что нужно сделать с теми людьми, которые это сотворили, то есть продали страну, продали родину, может быть, малую свою, если они оттуда родом, эти власти на местах и так далее, что они руководствуются тем, что после нас хоть потоп, они верменьщики, они враги народа. Это, конечно, поразительно, что творится. Лесхозы потому и уничтожили, убрали лесничество. Почему? А потому что они мешали бы вот таким деяниям свершаться. Ведь там работали многие люди, патриоты действительно, которые любили землю, лес любили, не дали бы этому случиться. Ну, по крайней мере, не в таких масштабах. Поэтому надо было уничтожить лесничество, чтобы бесконтрольно творить вот эти хищения и творить безнаказанное вот это вот, так сказать, фактически, как Мамай прошелся, да? Тяжело, больно. А что такое лес? Лес – это богатство народа, богатство России. Оно, конечно, возобновляемое, но сколько лет уйдет? Сколько лет уйдет, чтобы эти леса выросли? Не менее ста. Сибирь, тем более хвойники, они растут долго. Более ста лет, чтобы определенного диаметра строевого леса появилось деревья достаточного размера, да, выросли. В общем, это долго, никто не сажает. Такие гектары сажать не будут, конечно же, может быть, отчасти, немножко. В общем, это страшное дело, это страшная катастрофа. А теперь давайте поговорим о том, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот эту лекцию мою «Посмотрите лес и почва». Многие, вроде бы, люди понимают, что такое лес вообще, но не все до конца. Вот посмотрите, пожалуйста, обязательно посмотрите эту лекцию, не пожалеете, правда. А теперь давайте поговорим о том, что помимо того, что лес является достоянием России, гигантским ресурсом, уникальным ресурсом, которого достаточно, чтобы даже без топлива в плане нефти и газа страна могла бы жить в крайних условиях, так сказать, в крайних ситуациях. Потому что у многих стран леса нет. В той же Германии там он экономит каждую, так сказать, вот, что называется, веточку в дело пускают. А у нас, вот, ехал из Псковской области в Московскую, в сторонку отвернули, лежит лес, который уже много лет, гниет, березы, осины, ну, не совсем кондиционные. Там бы на пилеты пустили, там бы на щепу пустили бы, и, так сказать, вот, как мы у себя в хозяйстве, например, я делаю на щепу, прошу тех, кто лес вырубает, осину, ольху привозит, мы рубильную машину, щепа, щепа перемешивается с землей, прекрасный прирост органической массы на огородах, в теплицах. То есть, рачительно надо ко всему делу, по-хозяйски подходить, естественно, высаживать лес. Вообще, это страшное дело, я по Карелии как-то путешествовал, тоже много видел, как вырубают просто вот, были леса, теперь вот эти холмы, что называется, пустые. Ну, кто-то высаживает еще, да, особенно ближе к центру. А вот там, в Сибири, что творится, я знаю, мне многие пишут, это ужасно. А теперь давайте кратко поговорим. Вот, наверняка, многие из вас помнят про высказывание Стерлигова, он много лет уже последних, его такая фишка, что называется, твердит о том, что, значит, вот, нефть выкачивает, на это место уходит вода, и поэтому реки мелеют. Плохо, что выкачивают нефть, и все происходит таким образом, может быть, много там есть отрицательных моментов, но это глупость, конечно же, потому что, вы, наверное, знаете, тает параллельно, вон, гренландские льды, миллиардами кубометров, уровень мирового океана поднимается, потому что общее потепление, и вот это происходит однозначно, это просто факт. Так вода, круговорот воды в природе существует, да, тогда, а дожди выпадают, он в некоторой области смывает, так там воды, извините, реки выходят из берегов, беда в другом. Реки не постоянно полноводны, они могут быть переполнены, а потом быстро слиться, и действительно мелеют, потому что прихода воды нет. А почему нет прихода воды? А потому что лесной подстилки нет, вот этой губки, которая аккумулирует там миллиарды тонн воды, ее нет, потому что вырубают леса. В первую очередь, где вырубали леса? По руслам рек. А почему? А потому что по руслам рек проще вырубить и погрузить на баржи, и увезти, либо сплавить, да, как в Сибири это делали, и так далее, сплавляли. Даже классиков почитать в 19 веке, как это происходило. Кстати, про обезлесивание и обезвоживание России поднимали уже тревогу. Это мало просто кто знает, потому что сейчас люди не читают. И в 19 веке поднимали эти темы, эти проблемы уже. Но сейчас дошло до таких масштабов, что те реки, которые когда-то были полноводны, сейчас превратились в ручки, которые некоторые можно перешагнуть просто пешком, а некоторые только таблички остались, а воды уже нет. Главная проблема в том именно, что вырубают масштабно массово леса, мелеют реки, поэтому даже тот же Байкал, в него притоков уже меньше воды поступает, чем еще 30-40 лет назад. И это экологическая катастрофа в совсем близком будущем. Поэтому с дождями вода падает на всю площадь водосбора, бассейнов, тех или иных рек. Но поскольку аккумулируется от тень, от крон деревьев, не дает сразу испариться, и снегу не дает сразу испариться, сейчас снег просто испаряется. Даже снежные зимы, вот вы обратите внимание, снег просто... Ну плюс это еще потепление климата, разумеется, и другие факторы, но это 10-20%. А 80% это то, что я говорю, вырубка лесов. И вот испаряется, испаряется влага, вода меньше поступает в почву, почва не держит влагу, быстро иссыхается, поэтому быстрый паводок, а потом сушь и обмеление. А раньше, когда лесная подстилка мощная, болота не осушали и так далее, и так далее, то тогда просто влага постепенно в течение сухого сезона поступала в реки в виде маленьких ручьев, родничков, в виде тысяч вот этих крошечных притоков, источников. Ну и, естественно, реки были полноводные. Вообще, Северная Тайга, тайга хвойные леса, это легкие планеты. Кстати, кто не знал, тропические леса не являются легкими планетами по той причине, что да, они по биомассе огромны, хотя их сейчас миллионами гектар вырубают для пастбищ скоту. Но тем не менее, там процессы гниения, на которые тратится большое количество кислорода, окислительные процессы идут активно, сильно, таким образом, что баланс выделения кислорода и его поглощения примерно равен. И потому в биосферу кислород вот этими тропическими лесами и субтропическими не выделяется по сути своей. А это дают, кислород дают именно хвойные леса. И поэтому это еще втройне преступление, что это не только национальные богатства уничтожаются. Уничтожаются миллионы животных. Сто лет и столетия уйдут на восстановление того, что было. И плюс к тому это недополученные средства в казну государства для, так сказать, опять-таки налогов, для развития проектов там каких-то и так далее, и так далее. Но это еще и экологическая катастрофа, которая, так сказать, происходит и произойдет. И ледники будут таять еще быстрее, мировые все ледники, и климат еще теплеть пока, потому что огромное количество углекислого, угарного газа, миллиарды там квадратных километров, понимаете, выделяется. То есть тут цепочка причинно-следственных связей, последствий, которые еще стоит оценить, но предстоит узнать в ближайшее время, что будет вследствие вот того, что сейчас происходит. Так что, дорогие друзья, в природе все взаимосвязано, как та самая бабочка в одном известном произведении, на которое человек в прошлом наступил, изменила историю. Конечно, это такая метафора перевеличения, да, но по сути мир действительно хрупок. И то, что мы как вламываемся топором себе, прочищаем дорогу к какому-то непонятному будущему, мы как раз копаем могилу и человечеству, и планете. И планета такого не простит отношения. А люди, которые такое творят, не являются людьми, они предатели и подонки. В плане и народно-хозяйственном, да, и государственном значении, это враги народа. И в плане того, что это уже не люди, а твари, которые ради личного обогащения уничтожают землю, природу, глумятся, просто плюют на могилы отцов, которые, так сказать, собственно, жизнь отдали за будущее. Наше строя, создавая, и тут такое отношение. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что не зря я это видео все-таки записал, вот долго, хотел времени, решил, да? Ну, вот главная причина, да? Объяснил я вам. Ну а еще, а вы знаете, как с этими, когда миллионы тоже гектар были за последние 30 лет уничтожены короедом, а лесничество-то упразднили? Это что такое? Это вредительство, вот это преступление. Зато они людям вот не давали щепочки в лесу собирать, хворост. Это, конечно, отменили сейчас, слава богу. Это было тоже просто преступление. И такое надо просто, как говорит один человек, перефразируя, что нарушать такие антинародные законы всеми доступными средствами. Ну, это прошло, ладно. А теперь что происходит? Лесничеств нет. Кто следит за лесом? Его надо чистить. Надо вырубать старые леса, которые могут инфекции передавать, передавать, накопление паразитов. А сейчас что происходит? И не только сейчас, уже лет 20 и больше, а запускают жучков, короедов. Они уничтожают леса. И что делают под это дело? А то же самое. Списывают, во-первых, лес. То есть можно вырубить часть, потом заразить и сказать, все, погибло. Так и делают. И второе, на этих местах что-то построить, потому что если лес хоза земли, ну, нельзя ничего строить. А теперь можно, коли нет, списанной земли. То есть что происходит? Не упускают хитрецы и подлецы никаких возможностей наживиться, как паразит на теле земли. И что будет завтра, оно и, как говорится, трава не расти. Вот я уже про хворост говорил. Ну, это отменили, понятно, ладно. Но что теперь говорят? А теперь говорят, грибы и ягоды собирать нельзя. И тоже на законодательном уровне хотят принять какое-то решение, постановление, чтобы люди не могли, живущие в деревнях, на селе, поколениями, собирать грибы и ягоды. Или какие-то получать лицензии там и так далее. Но это уже совсем просто, так сказать, полная наглость цинизма и, так сказать, преступления по отношению к народу. Как будет вообще село развиваться, как оставшиеся те единицы людей, которые живут на земле, могут выживать, существовать, если они еще будут оторваны от сбора лесных даров природы, да, которые они веками собирали, их предки. Это просто страшные преступления. Все это вообще похоже на зачистку территории от населения, нашего населения, в угоду кому-то. Ну, например, Западная Сибирь, там, Восточная Китаю, да. Похоже это на то? Я думаю, очень похоже. Ну, в общем, тяжелая тема. На самом деле здесь очень много нюансов, как что происходит. Я-то это дело знаю. Тем более, кстати, мы создаем лесной заповедник. Противоположное дело тому, что делается сейчас в масштабах страны. Ну, вот посмотрите эти видео, если будет интересно, про заповедник, что, зачем, почему. Вот это старое мое и более новые. Если захотите этому проекту помочь по-человечески, потому что это сложно все, это все делается на собственные, на заработанные деньги, никто копейки не дает на это государству тоже, никому это не надо, то, пожалуйста, под видео будет возможность, куда можно перечислить денежку для, скажем, поддержки этого очень тяжелого, очень нужного для страны проекта. Потому что, я надеюсь, на данном нашем проекте мы просто покажем на его примере, как можно восстанавливать землю, быт, жизнь, достойную жизнь на земле для всех людей. Да, и одно маленькое объявление. Под этим видео будет ссылочка, почитайте, кому интересно, уже в текстовом варианте, да, ссылочка на одно очень интересное занятие, такое мировоззренческое, по истории прошлому нашего народа и, ну, очень интересное занятие, почитайте, о чем оно будет, вот под этим видео будет ссылка. И там текстом вы сможете это почитать. Кому будет интересно, приезжайте на это мероприятие, на этот праздник. будет очень интересно и поучительно, очень. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте с малой вероятностью надежды, но все-таки с надеждой, я хочу завершить данное видео. Пишите отзывы. Всего вам хорошего. До новых встреч.